Всем доброе утро! Хочу сегодня показать вам, какое роскошное цветение моих орхидей в домашних условиях. Смотрите, это чармер. Он вообще распустился. Уже еще раз пускают бутончики. Посмотрите, какой он красивый чармер. Я его покупала. Он такой блеклый был, невзрачный, с одним цветочком, страшненький. И вы дешево что-то купила в уцененке. Посмотрите, как он меня отблагодарил. Посмотрите, какой прекрасный цветочек. Желтый. Внутри малиновый язычек такой. Каждый цветочек, посмотрите, прекрасный. Супер! А это я покупала растение, как тарина называют. Видите? Она аж с сахарными такими точечками отсвечивается. Смотрите, какая красивая. Тоже пустила. Уже домашнее цветение. Она была бы еще больше, эта орхидейка. Но у нее тут проблемка произошла. Вначале вон напал клещ. Я купила по интернету. Вон, видите, что с листиком надо просмотреть. Что такое? Или пыль, или что это. По интернету заказала себе цветы. Ну, сидишь в ТикТоке, там нажимаешь кнопки. Опа! Цветочек. Опа! Получила его домой. Цветочек отпал, конечно же. И перелез тот клещ или трипс. Посмотрите, изгадил мне весь цветонос. Она сначала не хотела его выпускать. Он сидел-сидел долго. А потом все-таки она решилась, выпустила этот цветонос. Ну, посмотрите, какой прекраснейший цветок. Какая красота! Мамма миа! Этих два цветочка украшают весь орхидейный ряд. А вот третий. Расцветает тоже домашнее цветение. Это, по-моему, венецианский карнавал или что это такое? Что такое? Похоже, не помню название на нем. Было, но это было очень давно. И была реанимашка. Вот она уже два цветочка распустила. Как распустит все свои бутушки, я вам покажу ее цветение. Тоже прекрасное растение. Если кто знает точное название, напишите мне. Смотрите, краечки наверху. Ну, такие волнистые немножко. Красивый обеглипчик такой обалденный. Покажу немножко фиалок и перейдем к реанимашкам. Покажу, какие у них корешочки нарастили. Смотрите, как фиалки расцвели. Какие-то сумасшедшие фиалочки. Смотрите, я их ничем не удобрюю. А вообще. Просто посадила в двойные горшки. Вот такие удлиненные. Налила воды вот здесь, чтобы было полное. Там фитилек. И вот так растут мои фиалки. Кому... Это не фиолетовая она, голубая, синяя. А отражается что-то фиолетовым. Сейчас попробую выключить. Видите, какой цвет? Красная, как красивая. Говорят, красных не существует. Вот красная. И вот эта голубая. За белым. Еще там есть, но сегодня не о фиалках. Не о фиалках. Сегодня любимые орхидейки. Я хотела вам без вспышки показать. Они со вспышкой один цвет, без вспышки другой цвет. Но очень красивые. Все, перейдем к реанимашкам о том, как я наращиваю корни. И в каком растворе я наращиваю корни. Сейчас я вам все буду показывать и рассказывать. Вот у меня здесь отстойная водичка с фильтра. И плюс она еще постояла ночью у меня. Сейчас будем в нее добавлять препарат. Смотрите. Вот препарат у меня HB101. Это не реклама. Я просто показываю тем, чем я пользуюсь. Он очень хороший. Он очень хорошо помогает наращивать корневую систему. И спасает мои реанимашки. Сейчас вы в этом убедитесь. И его очень мало надо. Тут маленькая баночка. Всего там несколько грамм. Сейчас почитаю сколько. Но нам на литр воды надо одну-две капельки. Вот я приготовила воду. Смотрите. И на ваших глазах показываю сколько я капаю. Переворачиваю. Одна. Две капельки. Ну три. Больше не надо. Больше этого не требуется. Сейчас я вам все расскажу, покажу. Смотрите. Берем палочку. Перемешали. Он сразу растворяется. Идет все нормально. И откладываем в сторону. Сейчас я этой водичкой буду менять все мои реанимашки. Покажу вам все подробно. Смотрите. Эта реанимашка была куплена. У меня малюсенькая. Вот такая варигатная. Видите. И с гнилыми корнями. Видите. Стволик еще. Вот он. Фиксируется. Стволик черный сгнил. Я его срезала. Старые все корни. Все старое уже отошло. И она нарастила новую корневую систему. Вот этот что-то. Видите. Пригнил немножечко. Можно будет его срезать. Но молодые растущие очень хорошо. Видите. Результат хороший дает. Я ее поставила в стаканчик. Для того, чтобы она вот этой жопкой не доставала до дна. Что я придумала. Я поставила туда вовнутрь камушек. Налила препарат. И вот так вот поставила свою орхидейку. Она уже не помещается. Видите. Она здесь очень долго стоит. И одним кончиком корня. Вот он зелененький. Она дотрагивалась до воды. До препарата. Препарат я наливала один раз. И все. Больше не меняла. Сейчас я поставлю эту орхидейку в препарат. Что я сделала. И пойду помою стаканчик. И вернусь к вам. Так. Стаканчик я помыла. Но я для нее взяла. Вот видите. Я помыла стаканчик. Но я для нее взяла чуть пошире стаканчик. И беру. Вот у меня есть спринцовка. Наберу этого препарата. И налью в этот стаканчик. Все. Ей этого достаточно. Я ее достаю. Вам покажу. Как напитались корешочки. Смотрите. Такие они зелененькие. Красивые. Напитанные. Вот этот бы опустить как-то вниз. Но если я буду тянуть. Он поломается. Я просто вот так вставляю. В стаканчик. И вот в таком состоянии. Оно у меня будет стоять. Еще наращивать корневую систему. Я ее пока сажать не буду. Потому что если посадить. Они эти молодые корни. Могут моментально загнить. Я вам покажу. Когда я буду сажать. Какая другая у меня есть реанимашка. Покажу в каком состоянии. Уже можно сажать. В принципе можно сажать. Но не нужно. Если у вас есть возможность. Еще подержать орхидейку. В таком состоянии. Пусть она постоит так. Так покажу вам следующую орхидейку. Вот смотрите. Смотрите. Как она нарастила корневую. Видите. Еще выпустила новый закупливающий. Тут тоже очень толстый ствол был. Вот так вот он длинный был. Все сгнило полностью. Напустила новые листочки. Надо было. Елки не повытирала. Не подготовилась к вам. Ладно. Вы меня простите за это. Смотрите. Вот этот корешочек можно будет убрать. Видите. А эти очень все хорошие. Также она стояла в этом препарате. Это беглипчик. По-моему даже розовый. Такой красивый. Насыщенный. И вода уже аж позеленела. Я не меняла воду. Сейчас я помою стакан. И поменяю с вами воду. Вот я помыла стаканчик. Вот он чистенький. Аккуратненький. И взяла секатор. Хочу подрезать вот тут гнилой корешочек. Секатор я обрабатываю перекисью водорода. Просто вот так с двух сторон обшикала. Все. Больше ничего не надо. Можно не вытирать. Можно вытирать. Все равно. Смотрите. Этот корешок полностью пустой. Он свое уже изжил. Его просто нужно срезать. Под самый краешек. Не оставляю пенечка. И вот этот кусочек. Вот видите торчит. Вот так. До живого. Все. Больше ничего срезать не буду. Смотрите. Какая красота. Новый корень пошел в рост. Еще трогать не буду. Этот раскуклился. То есть вот эти корни воды не доставали. Желательно их сейчас намочить. Давайте намочим. Все равно время есть. Я вам показываю. Пусть попьют немножко. Потому что в этом бокале они не достают столько влаги, сколько там. А я вам пока другую покажу орхидейку. У меня их много реанимашек. Вот смотрите реанимашечка. Тоже стакан. Видите, уже грязный. Ничего ж он грязный. Пусть он будет грязный. Зато с ней все хорошо. Смотрите. Новый листочек нарастила. И не один. Вот этот маленький нарастила. Я их не помыла. Видите, он тоже гнилой стволик был. Это все со старых гнилых растений. Видите? Прекрасно себя чувствую. Вот я максимом мазала. Потому что оно сильно чернота было. Гниль пошла. Это вообще. А вот следующую покажу. Видите, аж мох уже вырос. Я не меняла. Меня спрашивают люди, вы меняете воду? Нет, не меняю. И наращивать. Смотрите, я жду, пока она не начнет пускать молодые. То, что был порень, вот он, еле держится. Он меня уже не интересует. Видите, его можно было не спасать. Он тут максимом замазанный. Вот в этом месте. Он, видите, поэтому он и засох. Я его просто обрежу. Ой, забыла вам сказать. Надо все время обрабатывать секатор, когда вы режете новое растение. Я этого не сделала. Сейчас обработаем. Потому что наши орхидеи очень боятся всех этих заболеваний, которые передаются от одного растения к другому. Цветонос старый срежет. Еще вот надо мне попробовать вот эту чешуйку снять. Вот так. Она тоже замедляет рост корней. Если где-то пробивается корешочек, она очень тугая и не дойдет прорасти этому корешочку. в данном случае она мне не мешала, но она еще и декоративность тут меняет, теряет. Хочется, чтобы было все чистенько и красивенько. Смотрим с этой стороны. Вот чешуйку надо снять. И вот чешуйку надо снять. Нет. Нет, надо полезть своими ручонками. Ну, ничего. Он опять, видите, там чищу, а там цепляю. В общем, девочки мои дорогие, с этими орхидейками нужно быть аккуратными. Вот это я могу уже просто срезать, потому что я его повредила. И он вот тут черненький, видите, у основания. Раскуклился, а там черненькая. Сейчас я его вот так, оп. Этот вот с молодого пошел хорошо, вот хорошо пошел с самого растения. А этот пошел с вот этих черных точек, поэтому я его не сильно и хотела оставить. Видите, какая прелесть, какое растение, кто это у меня рос? Это лолочка, моя ты птичка. Это мультифлорка, лолочка, она такая красивая. Так, мы ее посадим в чистый стакан, а тем сейчас помою. Так, беру препарат. Вот столько, наверное. О, смотрите, и вставляю свою лолочку, вот этот желательно бы тоже опустить лолочке. Сейчас мы как-то опустим, чтобы он пил водичку. О, видите, не достает, надо больше чуть-чуть. Надо, чтобы хотя бы один корешочек доставал до воды. Еще не достает. А если у вас вообще травмированная, то шейка вообще не должна доставать до воды. Вот так, смотрите. Видите? И все, и препарат я больше менять не буду. Вот этого вот количества препарата ей хватит, она напьется этого HB101. Потом будет тут просто водичка. Но водичка будет уже ее, как бы с этим препаратом, но она уже будет, ну, выпила полезные вещества. И они пойдут все в листочки. Эту я откладываю лолочку. Смотрим другую. Смотрите, тут была реанимашка, уже аж вода высохла. Эту я просто поставила на без корней. Смотрите, черный стволик листиков нарастила много. Она чего-то у меня нарастила листочки, а корни не хочет расти. Смотрите, новых листочков один, второй, третий, четвертый. А корней нету. Смотрите, вообще нету. Этот испортился. Вот этот желательно снять, наверное. Вот тут что-то в чернота какая-то надо посмотреть. Жалко этот, смотрите, листочек хороший. И снимать вот этот вот мешает. Что там есть, смотри. Вроде ничего нету. Давайте снимем его. О, видите, чернота. Листик черный. И он такой вяленький этот листик. И этот еще снимем. Вот потому что, видите, вот на вот этом месте черненькое. Может пойдут новые корешочки. Вон, видите, раскукливаются корешочки. Вот, видите, держался корешочек. И вот. О, все. Теперь она пойдет. Я думаю, ну чего она растит. Листочки, а корешочки не растят. Видите, она теми листочками зажала корешочки. И вот еще, видите, новый корешочек идет. Но этот близко он и так и вылезет. Вот видите, почечка такая красивая. Этот я не буду раскрывать. Сейчас я ее просто макну всю. И она будет у меня стоять так, как стояла. Посмотрите на это растение. Где оно вместе было. Смотрите. Я на дно поставила керамзит и чуть-чуть наливала воды. Вода высохла. И орхидея прилипла. Полностью прицепилась своими корешочками к стакану. Сейчас я размочу его. И она, может быть, отпустит. Препарата этого добавлю. Я даже ее вытаскивать не буду. Она тут хорошо сидит, в хорошем состоянии. Я просто добавила препарат. Пор в него она нарастила. Видите, какие хорошие. Вот я чуть добавила препарат. Вот они позеленели. Посмотрите. Сейчас вот так добавлю. Вот где поливаю, сразу оно становится зелененькое. И в этот же стаканчик я ставила вот эту свою орхидейку, которую только что вам показывала. Так они вместе стоят. Им нормально в соседстве. Они дружат. Все у них хорошо. Вот покажу вам еще орхидеечка. Тоже стоит замокрышка. Замученная в водичке. Сейчас мы ее поменяем. Смотрите. Все у нее сгнило. Полностью все. Вот этот один старый корень был. Потом он раскуклился. И пошел вот расти. Этот корешок вырос. Этот, этот. Этот потом со временем стволик я обрежу. Сейчас не буду обрезать. Вот он новый листочек пустил. Видите. Вон еще один листочек. Маленький такой. Аккуратненький. Сейчас поменяю препаратик. И поставим их в вазочку, в стаканчик. Вот чистые я принесла в стаканчики. Ну помыла. Видите. Еще не отмыла до конца. Но то уже от орхидей. Ничего страшного. Наливаю в них водичку. Это с препаратом. То что я развела. Я забираю просто у тех орхидей. Которые временно поставила. Я сейчас их выставлю в стаканчик. Вот столько водички. Больше не надо. Достаточно. Главное чтобы один корешок доставал до воды. И вот сюда маленькую налью. А для маленькой я вам скажу что. Чего я сюда наливаю. Сейчас вам покажу эту орхидейку. Будьте в шоке. Так. Ставим эту орхидейку. Сюда. Это по моему Леодора. Мне так кажется. Потому что светлые листочки и тонкие такие. Ну ладно. Кто будет тот будет. Может Лолочка. Я уже наверное перепутала все цветы. Смотрите как они напились хорошо. Видите. Набрякли корешочки. А те раскуклись очень хорошо. Они. Вот так опускаю я в водичку. Все. И один корешок там попал. Смотрите как удобно в этих длинных стаканах. Один корешочек там держится. Воды, влаги. Видите. Все не надо. Не обязательно. Один. И он будет давать питание всему растению. И вот эти молоденькие уже будут как воздушные корни. Но потом когда они дотронутся до влаги они будут нормальные корни. Этот я поставила. Этот я поставила. Этот я поставила. Вот этот еще надо. Видите какой. Сейчас мы его вот так поверну немножко. Хочу чтоб корешочки поворачивались к водичке. Эти ладно уже высотки. О. Сейчас поломаю. Вот так пусть постоит. О. Видите. Не достает. Что мы делаем. Просто добавляем нашего препарата. Даже можно полить по корнюшкам. И они он сразу зеленеют. Красивые становятся. Еще надо ведь. Поэтому я развожу сразу литр. Чтобы мне хватило надолго. О. Еще капочку. Ну как ты по другому нальешь. Самый удобный способ спринцовочка. Все. Больше доливать не надо. Видите. Корешочек пьет водичку. Растение держится. Так. Убираем этот. И покажу вам еще одно растение. которое я хочу спасти. Это вот такое вот еще есть. Ветерия Немашечка. Я ее намочила. Сейчас надо вытащить. Полностью поставила в воду. Потому что напить хотела. Цветонос надо обрезать. Тоже в каком-то ужасном состоянии. Зачем я такие орхидеи покупаю. Я не знаю. Но люблю я их спасать. Вот сейчас секатор всего немножечко. И того. Смотрите. Чуть-чуть выше. Вот так. Уберу. Вот эти. Корнюшечки. Обрежу. А зачем они? Они не нужны. Оно не дает питание. Ничего не дает. Зачем оно надо. Вот это. Все вроде бы. Все. Вот тут мокрый. Видите. Мокрый. Мокрый. Я его просто срежу. Ну. Все. Сейчас поставим стаканчик. Где мой стаканчик? Ага. Сейчас я вылью воду. Хочу уже если всем менять препарат. Значит всем. Вылью эту воду где она стояла. Налью немножко препарата. На кончики. Чуть-чуть девочки. Много наливать не буду. Так как он мокрый. Влажный растение. Вот видите. Даже не достает растение. Так как оно сильно мокрое. Я потом чуть-чуть добавлю. Пока оно не достает. Ничего страшного. Постоит в таком состоянии. И покажу вам на закусочку. Такую орхидею. Бешеную просто. Какую я себе купила. Смотрите что я купила. Это полнейший ужас. Видите. Одна тряпочка. Она правда дешевая была. Она без корней. Полностью. Без ничего. Видите. И внутри молоденький листочек. Опа. Смотрите. Отгнило. На глазах. Я думала этот ствол будет держаться. Ничего не удалось. Ну уже оторву этот листочек. А вот этот листочек попробую спасать. А вдруг он нарастит у меня что-то. Вот это пока наверное не буду убирать. Чуть-чуть так приоткрою. Может пустит какие-то корешочки. Если кому интересно следите за моими видео. Будем спасать эту орхидейку с одного листочка. Смотрите какая красота. Этот гнилой листочек отпал. Стволик отпал. И мы будем ее спасать с одного листочка. Но он зелененький, хорошенький. Погружаю в препарат HB101. Вот здесь у меня в стаканчике есть камушек. И я ставлю его между камушком и водой. Вот так. И будем наблюдать за этим цветочком. За этой орхидейкой. Я даже не знаю какой-то сорт. Но не важно. Мне главное не сорт. А мне главное чтобы удалось ее спасти. Так как все орхидеи должны быть. Вообще они живучие. Все орхидеи должны красиво расти и размножаться. Видите она черный ствол был. Зачем такое покупать. Ну я купила. А вдруг что-то получится. Все девочки. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. И будем с вами делать очень интересную работу. Размножать. Нет не размножать. Неправильно я сказала. Выращивать орхидеи из того. Что у них осталось. Вот. Попробуем из нее вырастить нормальный полноценный цветочек. А уже дальше как получится. Живи дорогая. Чтобы у тебя было все хорошо. Вот на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось поставьте пожалуйста лайки. Подписывайтесь на мой канал. И следите за моими новыми видео. Всем удачи. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.